Сегодня Стас и Влад Борцовы читают сказку с удовольствием. Еще бы, рядом с высунутым языком и умными глазами сидит довольный слушатель. Хелпи обожает сказки, а еще больше маленьких детей. Контролирует процессы и помогает педагог-дефектолог. Занятие длится 20 минут и за это время все успевают насладиться процессом. Хорошая, добрая, не бегает, любит детей, слушает кашки. Мне кажется, она только с Владом играла. Обучение и реабилитация детей при помощи собак называется канистерапия. В основном ее используют на занятиях с детьми с особенностями развития. Но сможет улучшить навыки чтения и ребенок без нарушения здоровья. На тренированные собаки с удовольствием послушают любого. Хелпи с коллегой Теслой помогают лучше усвоить текст, повысить скорость и качество чтения, а также повысить интерес к книгам. Проект только стартовал, а на занятия уже записались 20 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Я даже желательно такое делаю, чтобы родители ждали нас в коридоре. Нам не мешали, потому что, как правило, у родителей не хватает никогда терпения дослушать ребенка. Ему постоянно хочется его исправить, сделать ему какое-то замечание. И, соответственно, для ребенка складывается такое впечатление, немножко негативное от чтения. Кстати, Хелпи из династии собак-канец-терапевтов. Помочь ребенку в обучении чтению – это у нее, что называется, в крови. Хвостатых специалистов с рождения готовят к таким дружеским посиделкам за книгой. Поэтому даже дети, которые боятся собак, на занятии об этом забывают. Саша Рудов – один из таких учеников. В жизни четвероногих обходит стороной, а книжку Хелпи с удовольствием прочитал. Мама Елена рассказывает, после первого же занятия сын стал больше улыбаться и попросил порадовать собак еще одной сказкой. Самое интересное, что на первом занятии он не только обращал внимание на собаку, то есть она не причиняла ему беспокойства, он нормально влился в чтение, в сам процесс, ему это нравилось. Занятия проходят в пяти городских библиотеках. У Александра есть мечта – открыть центр помощи нуждающимся детям и их родителям. Помещение уже нашли, за аренду каждый месяц приходится отдавать по 15 тысяч. По задумке с маленькими учениками в одном творческом пространстве будут заниматься логопед, дефектолог, психолог и другие специалисты. А сердцем центра станет кабинет канистерапии. Ну, здесь у нас будет, наверное, сердце нашего центра. Основное направление – это канистерапия. Мы здесь выбрали самую большую комнату, так как для собак необходим помещение не менее 30 квадратных метров. И планируем помимо канистерапии в этой комнате сделать ее такую под ЛФК, сделать гамаки здесь, шведскую стенку поставить, чтобы еще у детей была возможность заниматься лечебной физкультурой. Александра искренне верит в добро и в то, что мечты исполняются. И без помощи добрых людей подать лапу добра всем нуждающимся будет тяжело. На ремонт помещения необходимо около 350 тысяч. Это неподъемная сумма для автора проекта. Мама двух особенных детей просит всех неравнодушных помочь финансово, либо стройматериалами. Все детали можно обсудить лично, написав Александре в Инстаграм. Ссылку вы можете увидеть на экране.